Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о седьмой главе второго послания апостола Павла к Коринфянам. В седьмой главе, вернее, между седьмой и шестой главами несколько неудачно помещено было окончание одной главы и начало следующей. И, собственно, первый стих седьмой главы по содержанию, по смыслу, относится к тому, о чем апостол говорил в главе предыдущей. И новая глава, по сути, начинается со второго стиха. Но все-таки, по крайней мере, формально этот первый стих седьмой главы в ней присутствует, и он действительно очень важен на него даже и в каком-то смысле в отрыве от всего остального стоит обратить внимание. Апостол говорит о том, что мы имеем от Бога такое обещание, такое обещание его присутствия. Это не вообще какие-то обетования или прогнозы на будущее. Мы имеем, говорит апостол, от Бога обещание того, что Бог будет жить в нас, того, что мы, собственно, уже сегодня храм Божий. И поэтому, говорит апостол, откликнемся на это, будем устремляться к святости, то есть совершать святыню, как выражается наш перевод, потому что нам дано это обещание Бога быть внутри нас, обещание Бога, что мы будем храмом Духа Святого. Вот отклик в ответ на это, говорит апостол, нужно постараться устремиться к Богу, действительно ответить ему открытым сердцем. И, собственно, вот это вот открытое сердце, когда мы принимаем Бога, любим Его, радуемся Его воле, открыты к Его заповедям, готовы исполнить Его волю, и принимаем других, принимаем друг друга так же, как есть в любви Божьей. Вот это, собственно, мысль всей предыдущей главы и здесь тоже продолжается во втором стихе. Апостол говорит, ну, вместите нас, примейте нас. Мы никого не обижали, не искали корысти. Вы в сердцах наших, чтобы вместе и умереть, и жить. Ну, вот, собственно, апостол говорит о том, что его любовь к Коринфянам существует, она реальность, и никакие сложности в отношениях, конфликты и обиды не разрушили этой любви, поэтому вы в сердцах наших. И дальше, собственно, начиная с пятого стиха и до конца главы, от некоторого довольно поэтичного разговора о любви, служении и Божьем присутствии, апостол переходит к тому сюжету, который, собственно, лежит под всем этим посланием. Он говорит о том, что для него было очень важно эти отношения к Коринфянам. Ему было трудно в Македонии из-за внешних обстоятельств и внутренне как-то неспокойно. И вот, говорит апостол, Бог утешил нас прибытием Тита. Тит побывал в Коринфе. Отправляя его туда, Павел немало беспокоился, потому что опасался, что его могут и не принять вовсе, по-видимому, письмо, либо с Титом, либо заранее до его прибытия, посланное Павлом, было довольно резким и жестким. И сам Павел предполагает, что оно должно было опечалить, огорчить этих самых Коринфян. Ну вот, он отправил все-таки Тита с замиранием сердца в каком-то смысле. И Тит вернулся и утешил Павла, пересказывая о том, что Коринфяне действительно что-то поняли. Что-то поняли. Это, на самом деле, потрясающе важная вещь. Все дальше апостол пишет о Коринфянах в надежде на то, что они действительно Богу служат, Богу принадлежат, перед Богом стоят прямо. Почему? Потому что, по сообщению Тита, апостол понял, что они могут изменить свои поступки, изменить свое мнение, свою позицию. Что-то в них поменялось. Понимаете, есть между взглядами современного мира и библейской культуры есть некоторая фундаментальная, я бы сказал, очень такая броская, картинная, почти карикатурная разница. Потому что, ну вот, скажем, сегодня мы привыкли думать, что признаком мужественности является такая брутально квадратная челюсть, и ежели там чего решил, то выпью обязательно. А мужчина — это примитивное существо, которое не способно принимать во внимание трудные, сложные обстоятельства и ничего менять. Решил, и вот, так сказать, одна мысль коротенькая и прямая, как у Буратино. А Слово Божье, например, через пророка Исаию Вавилонского, говорит нечто прямо противоположное. Бог там обращается к Вавилонинам и говорит, вы считаете, что вы мужчины? Ну, докажите, признайте свое заблуждение и исправьте их. И, в общем, Павел здесь пишет в седьмой главе, особенно в второй половине, вот именно в этой парадигме. Если ты сильный и достойный человек, то признаком настоящей твоей мужественности будет способность исправить свои позиции, взгляды, поступки, изменить это показателем зрелости перед Богом, зрелости в вере, которую он хотел бы в Каринфинах увидеть, будет являться именно вот эта способность поменяться, способность поменяться, ну, покаяться на привычном, так сказать, аскетическом языке. Но речь отнюдь не идет о посыпании головы пеплом, это как раз совершенно не требуется, и Павел никогда не настаивает на этом и не обращает особого внимания, а именно речь идет об изменении поступков, изменении того, как Каринфи не стоят перед Богом и как они относятся к Павлу. Собственно, Тит, прибывший из Каринфа к Павлу, именно об этом ему и сообщил, что они оплакали свою вину, обиду, которую они нанесли, по-видимому, Павлу, поддержав лжиапостолов, тех лжиапостолов, которые считали, что Павел там слишком примитивный и вообще там какой-то не такой и малорослый человечек, ничего особенного. вдруг Каринфи поняли, как они обидели апостола, того апостола, который родил их во Христе, и поэтому действительно они постарались что-то изменить, как-то загладить свою вину, и Тита приняли с радостью и с большим усердием. Вот, узнав обо всем этом, апостол очень радуется и хвалит этих самых Каринфин. Ну и еще, помимо прочего, апостол в этой части главы 7 говорит о том, что с его точки зрения есть некая разница между тем, что он называет печалью в Боге или ради Бога и печалью мирской, некоторым депрессивным состоянием или депрессивным переживанием. Апостол Павел говорит о том, что настоящая та печаль, которая угодна Богу, которая в Боге рождается в нашем сердце, и которая ради Бога, это то, что дает тебе возможность изменить свою жизнь. Здесь за этими словами Павла вероятно кроется либо известная Коринфянам, либо может быть просто важная для самого апостола размышления о природе покаяния, о природе перемены, сердца, перемены ума. Апостол говорит о том, что когда ты видишь несоотнесенность своих поступков, своих позиций, недостоинств их перед Богом, их несоотнесенность с Богом, и хочешь и это изменить, хочешь изменить так свою жизнь, чтобы она могла вместить Бога и быть достойной Бога, вот тогда это действительно приносит плод и приносит результат, который, кстати, принадлежит этот результат именно Богу, а не нам. И вот этим собственно отличается для Павла в его мысли здесь покаяние, печаль ради Бога, от печали морской, мирской, которая ни к чему кроме смерти не ведет. Позиция, что все плохо, она бесплодна, и это тоже явно по рассуждению апостола Павла видно, он считает, что позиция все плохо и все пропало в жизни, она, во-первых, несправедлива, это большое упрощение, во-вторых, она бесплодна, ради Бога, для того, чтобы был плод у такой печали, надо впустить Бога, вместить его. Ну и вот, собственно, это и происходит в глазах апостола Павла, он говорит, что поскольку Тит рассказал мне о том, что ваша жизнь изменилась, вот для меня, и я впускаю Бога, и вы впускаете Бога в наши отношения, в то место, где были обиды, обидчики, оскорбители, оскорбленные, да, вот теперь сердце расположено к вам, теперь происходит вот это действительно возрождение, возвращение к жизни. дни.